Как заставить сотрудников работать лучше? Именно об этом мы поговорим в данном видео. Меня зовут Кирилл Куницкий, я основатель компании «Бизнес-Конструктор». Мы помогаем собственникам бизнеса строить системный бизнес, выходить из операционки и создавать сильные команды. Итак, как заставить сотрудника работать лучше? Начну с того, что если вы будете использовать термин «заставлять» применительно к сотрудникам, то вам придется до конца своей жизни выполнять функцию своего рода заставляителя, человека, который каждый день ходит и с кого-то что-то спрашивает, требует, грубо говоря, пинает сотрудников для того, чтобы люди работали лучше. Это не очень эффективная модель управления. Если вы хотите, чтобы команда действительно была командой, на которую вы можете опереться, чтобы люди были самостоятельными, реальной точкой опоры для вас, очень важно, чтобы люди работали не из-под палки, чтобы каждый человек работал, исходя из собственного понимания того, куда движется компания, какие перед компанией стоят цели, какие цели стоят перед подразделением, в котором работает данный сотрудник, как они связаны с целями компании, каковы его личные цели и почему ему выгодно, чтобы компания была успешна, чтобы компания достигала своих целей. И таким образом мы должны повышать осознанность каждого сотрудника в команде. То есть идеальная команда – это когда люди работают не из-под палки, не потому что их кто-то пинает, заставляет, контролирует, а потому что у них есть внутреннее понимание и желание достигать эффективных результатов вместе с компанией, именно вместе с компанией, понимая, что им тоже это выгодно. А я не просто пришел сюда обменять свой рабочий труд на деньги, которые мне платит компания. Это очень важно понимать. Фактически в современной культуре управления есть два подхода. С одной стороны, есть подход, который основывается на административных инструментах, на методах такого кнута, можно сказать. Если ты не будешь работать, мы тебя заставим. Я начальник, ты подчиненный, ты сюда пришел, выполняй свою работу, будь добр, делай ее качественно. И есть альтернатива, есть так называемый культурный подход, то есть подход, основанный на корпоративной культуре, когда мы стремимся взрастить в людях осознанность, ответственность и правильные привычки, благодаря которым они сами выполняют работу качественно. Конечно же, для этого компания должна соответствовать целому ряду критериев, так называемым критериям системного бизнеса. И о них я буду говорить совсем скоро на бесплатном вебинаре, который я буду проводить. И вы можете прямо сейчас воспользоваться возможностью и зарегистрироваться на него. Ссылка есть внизу, то есть если вы чувствуете, что вопрос системности бизнеса, здоровья бизнеса, он для вас важен и актуален, я приглашаю вас прямо сейчас пройти по ссылке, которая находится снизу. Это бесплатно, это очень концентрированные мероприятия, посвященные инструментам эффективного управления. Так вот, значит, что же нужно для того, чтобы вы могли создать вот эту культурную модель, когда вам не нужно тратить свою энергию на то, чтобы заставлять сотрудника. Когда вы заставляете сотрудника работать, вы приучаете сотрудника к тому, что над ним есть какой-то контролер, какой-то надзиратель. И в итоге люди привыкают к тому, что если я чего-то не сделаю, то мне напомнят, мне постучат там по голове, не знаю уже кому, кто, почему постучит. Но в итоге сотрудник все равно его пнут и заставят это сделать. И у него падает собственный уровень самостоятельности. А нам нужно его наоборот повышать. Нам важно, чтобы люди работали не потому, что их кто-то заставит или накажет, потому что они понимают, что это важно. Что для этого нужно? Во-первых, очень важно подбирать правильных людей. Подбирать правильных людей, вы знаете, это фундаментальная истина, и она звучит вроде бы очевидно. Правильно подбирать сотрудников. Спросите себя, кто подбирает людей вам в компанию? Кто размещает вакансию? Кто отсеивает резюме? Кто проводит телефонные собеседования? Кто проводит личные собеседования? Кто утверждает кандидатов? Если всю эту работу делают сами руководители отделов, или же вы лично, как собственник бизнеса, это первая проблема, из-за чего просто можно сказать, распишитесь, получите слабую команду, где вам придется заставлять работать людей. Почему так? Потому что рынок труда в наше время достаточно сложен. Я думаю, вы замечаете то, насколько сложнее и сложнее становится с каждым днем находить адекватных сотрудников. И когда мы делегируем эту задачу на рядового руководителя, на вас, вы сами на себя берете эту задачу, либо отдаете поручение руководителю отдела продаж найти себе менеджера по продажам. Что возникает? Руководитель, он, во-первых, занят, он управляет командой своим отделом. Во-вторых, у него не хватает ресурса времени для того, чтобы уделить достаточно времени подбору. На текущем рынке труда для качественного закрытия вакансии, одной вакансии, у одного сфокусированного эффективного рекрутера уходит от где-то 15 до 40 рабочих часов труда на закрытие одной вакансии. На протяжении 3-4 недель. Иногда бывает и везет, и получает закрыть раньше. Но это большой объем труда затрат. И у руководителя, первое, это нету этого времени. Второе, откуда у него компетенции в подборе людей? Умеет ли он грамотно составлять тексты вакансий, размещать объявления в правильных источниках, правильных подкреплять финансовые, дают ли ему на это бюджет? Умеет ли он отбирать резюме, проводить телефонные собеседования, готовить кейсовые задания, тестировать кандидатов? В большинстве случаев не очень. И подбор сотрудников осуществляется по принципу одного посмотрел не то, второго посмотрел не то, третий кривой косой, ладно, потом еще и к нему вернемся. Четвертый, пятый не то, ладно, давай того третьего. Ах, он уже нашел работу, черт побери, что делать. Вакансия аж горит. Приходит очередной. Ну, кривенький, косненький. Да ладно, давай его уже брать, потому что нужно закрыть вакансию. Тем более, уже нету времени искать других людей. Ну, если что, поменяем. Тем более, 20 таких работают, одним больше, одним меньше. Какая уже разница, как говорится? Вот это реалии, как подбираются сотрудников многих компаний. Дальше, следующая проблема, как этих людей вводят в курс дела, когда у компаний отсутствует программа адаптации. Потому что, приведя сотрудников в компанию, если вы просто бросаете его, как котенка, в воду и говорите, гриби сам, вы автоматически, минимум на несколько месяцев, замедляете или удлиняете процесс вхождения этого сотрудника в должность. И вы платите за это деньги, получаете неэффективного сотрудника. Если при этом у компании нет организационной структуры, ни пристроенных ключевых бизнес-процессов, если у компании непонятно, не структурирована бизнес-модель, нет логики привлечения и удержания клиентов, отсутствуют эффективные процессы операционного управления, хромает HR-функция, неэффективно осуществляется управление финансами, по методу ведро пришло, по ведро ушло, все, что осталось, считаем прибылью. Отсутствует какая-либо стратегия. Все, пиши, пропало. Вся компания держится на собственнике бизнеса, который бегает каждый день с большой палкой, пиная своих сотрудников. Отсюда получаем сотрудников, которых я называю Pinocchio. Без пинка он не работает. Вот спросите себя, не работает ли у вас в компании Pinocchio? Если работают, то вот, собственно, мы сейчас с вами разбираем краткий рецепт, как этот вопрос решить. То есть первое, проверка всех сотрудников на соответствие по личностным качествам при старте, при подборе, и ни в коем случае не делегировать задачу подбора самим руководителем. Возьмите отдельного рекрутера. Свою компанию, где сейчас достаточно много людей, больше ста человек, работающих в офисах в разных странах, вторым человеком на работу взял рекрутера. И за счет этого образовалась достаточно сильная, крутая команда, собственно. Мы достаточно открытая компания, и можете поинтересоваться тем, на каком уровне работают наши сотрудники. В любом случае, друзья мои, я хочу сказать, что это только одна из базовых рекомендаций. Обеспечить качественный рекрутинг. Дальше. Нужна, чтобы была качественная адаптация. Важно, чтобы у компании была четкая организационная структура с прописанным функционалом для сотрудников. Дальше. Важна очень качественная работа руководителей, потому что большинство руководителей никто не учил руководить. И это еще одна проблема. Важно выработать единые принципы работы руководителей и развивать управленческую культуру в руководителях. Не ждите, что они сами будут владеть этими навыками. Им нужно эти навыки дать и научить их грамотному регулярному менеджменту, который направлен не только на достижение цели компании, но в том числе регулярно ведется работа по развитию сотрудников. Это лишь некоторые инструменты, которые должен иметь, выстроить каждый из собственных бизнесов в своей компании, чтобы она работала эффективно и людей не надо было заставлять работать. Но, собственно, друзья, если вы чувствуете, что те вещи, о которых я говорю, у вас откликаются и резонируют, то я приглашаю вас прямо сейчас не заканчивать наше с вами общение на просмотре этого видео, а прямо сейчас перейти по ссылке, которую вы видите внизу, потому что совсем скоро я провожу абсолютно бесплатный вебинар, на котором я соберу для вас пазл из всех элементов, которые должны быть выстроены в компании, для того, чтобы бизнес работал системно, без сбоев и эффективно. Действительно, очень важное мероприятие. Я уже не первый раз провожу этот вебинар, и поверьте мне, по отзывам предыдущих владельцев бизнеса, собственников бизнеса, достаточно крупных компаний даже, которые смотрели этот вебинар, это действительно очень сильный концентрат практических инструментов. Прямо сейчас переходите по ссылке внизу, и мы на этом не прощаемся. Я уверен, что совсем скоро мы с вами увидимся. С вами был Кирилл Куницкий. До встречи.